Физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, бассейны, ледовые арены. Сегодня в Химках около 700 спортивных объектов. Город по праву признан самым спортивным среди всех муниципалитетов Подмосковья. Для большинства химчан спорт давно стал неотъемлемой частью жизни. По статистике регулярно физической культурой занимаются 45% его жителей. Мне кажется, что чем больше у нас будет спортивных объектов, чем больше детей будет регулярно заниматься, не просто провести мероприятия, а именно регулярные занятия, тем мы только больше будем выигрывать. С начала этого года спортсмены Химкинского городского округа уже завоевали более 1200 медалей на спортивных состязаниях разного уровня. Несколько дней назад копилка достижений пополнилась серебром Олимпиады в Токио. На родину медаль привезла сборная команды России по баскетболу, в состав которой входят четверо химкинских спортсменов. Бронзовый знак отличия с Олимпийских игр в Японии привезла и спортсменка по боксу Зенфира Магомедалиева. В этот вид спорта девушка пришла случайно. Решила привести себя в форму и сбросить лишние килограммы. На первом же занятии тренер отметил ее потенциал. Спустя пару уроков предложил попробовать себя в большом спорте. С тех пор Зенфира регулярно тренируется в Академии Александра Лебзика, показывая новые и новые результаты. Я раньше была двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы. Но мне кажется, бронза Олимпиады – это намного лучше мечта каждого спортсмена. Не снижать темпы позволяют федеральные и областные проекты, направленные на развитие взрослого и детского спорта. Несколько лет на территории городского округа успешно реализуют программу «Дворовый спорт». В рамках проекта строят оборудованные спортплощадки, заниматься на которых может любой житель. Я сам являюсь мастером спорта по автомобильному спорту. Я хочу сказать, что мы тоже все начинали с улицы. И именно во дворах рождаются будущие чемпионы. Мы тоже в свое время собирали машины, двигатели из каких-то запчастей тоже попадалось под руки. Потом вышли на другой уровень, стали выступать в чемпионате страны. У нас практически все виды спорта представлены. И теннис, и бокс, и греко-ребеская борьба у нас. Много что делается, и мы за спорт. За высокие результаты в спорте, грамотами и благодарственными письмами спортсменов наградил глава городского округа Дмитрий Волошин. Всем сказать большие слова благодарности. Ведь для вас, для тех людей, для которых спорт сегодня является не просто профессией, но и образом жизни, вы делаете нашу нацию здоровой. И я вам за это отдельно хочу сказать слова благодарности и низкий вам всем поклон. И поздравить вас с наступающим днем физкультурника. Пожелать вам всем, конечно, крепкого здоровья, спортсменам, новых достижений и успехов. Ну и обратиться к своим коллегам-депутатам, чиновникам из администрации, что на тех результатах, которые мы сегодня посмотрели на экране, останавливаться не стоит. На празднике спорта отметили и подрастающее поколение диплом за лучший рисунок на спортивную тематику. Получил восьмилетний Барсбек Аджибаев. Свою работу он посвятил фехтовальщице Яне Игорян. Слово, как она сражается против Софьи Великой в 2016 году в городе Рио-де-Жанейро. Я хотел подать на конкурс именно потому, что я очень люблю спорт, именно вот фехтование. Я в садике занимался, очень мне понравилось. Мне дали кубок, диплом и еще какую-то синюю штучку. Не пойму. Ну, ты рад? Да, очень рад. Порадовать гостей праздника, посвященного Дню физкультурника, приехали и эстрадные исполнители. С полюбившимися песнями для зрителей выступил Александр Ягья. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!